С начала зимы жилищная инспекция штрафовала управляющие компании города на 643 тысячи рублей. Проверили, как наводят порядок во дворах почти двух тысяч домов. Нарушения нашли в каждом десятом случае. Чаще всего это лед, снежные навесы, сосульки под крышами. Кто и как убирает снег во дворах, а кто порядок контролирует, выяснял Михаил Якимов. Наталья Михайловна, здравствуйте. Мы сейчас находимся на улице Советской. Время непростое для муниципальной жилищной инспекции. Приходится очень много дворов проверять. Расскажите, как формируете вот эти списки для контроля за уборкой территорий придомовых? У нас за каждым специалистом закреплены свои районы. И каждый специалист уже планирует, куда едет, откуда приходят жалобы. Мы едем, например, на обращение жителя в определенный адрес. И при этом мы смотрим еще ряд домов, рядом расположенных. Это жалобы в первую очередь? Или есть еще какие-то пути сформировать этот список для проверки? Смотря какая погода на улице. Если в такую погоду, мы смотрим, какие дома. Мы едем в первую очередь, где пятиэтажные дома со скатными крышами. Потому что сейчас актуальнее это снежные навесы, сосульки на карнизах, на балконах. Скажите, а есть ли какие-то критерии оценки? Как проверяете, достаточно убран двор, недостаточно? Мы смотрим в соответствии правил благоустройства города Новосибирска, номер 469. В зимнюю уборку мы особое внимание обращаем. Это на очистку от мосток, крылец, подходах к подъездам. Также очистка козырьков над подъездами, удаление снежных навесов с кровли, балконов верхних этажей из козырьков. За это, конечно, несет ответственность управляющая компания. Но должны следить и жители тоже своими балконами. А какие основные нормативы предписаны по правилам благоустройства? Ежедневная уборка от снега должна проводиться до 8 утра ежедневно, а также в дневное время суток в патрульном режиме. Механизированная уборка внутриквартального проезда проводится один раз не реже, чем в две недели, чтобы не допускать толщину уплотненного снега более 5 сантиметров, чтобы в нее не было образования колеи. Удаление сосулек немедленно должно проводиться. Сброс снега с крыши не более 30 сантиметров должен, а при оттепелях не более 10 сантиметров. Посыпка скользких мест тоже по мере образования не реже, чем раз в сутки. Правилами предусмотрен вывоз снега, но это если жители сами проголосовали за данный вид работ. Складировать снег допускается на газонах и на свободных территориях, чтобы только зеленое насаждение не повредить при этом. Скажите, а насколько часто предписываете меры устранить то или иное нарушение, насколько часто они встречаются? И какие санкции есть для управляющих компаний за невыполнение этих требований? Конечно, часто нарушения встречаются. Практически при каждом осмотре нарушения мы находим, выписываем акт. Даем определенный срок устранить, если это возможно, кроме снежных навесов. А какой срок? Срок по уборке сутки даем, по механизированной уборке 14 дней. Если они не выполняют данные нарушения, не устраняют, то мы уже привлекаем к административной ответственности. Составляем протоколы и передаем в административную комиссию и штраф от 10 до 20 тысяч рублей.